Ну что, дорогие друзья, у нас тут ласт карта, ласт серии. Дожили мы до этого момента, дожили, дожили. И всего лишь на 2 часа с оставанием от расписания необходимого, но мы дожили до этого дела. Что ж, у нас плазма против зумеров, продолжает катать. Зумеры раскатали, просто не щадя плазму в прошлой игре. Сейчас я смотрю, у них тинкер на второй пик. Смелое заявление, конечно, смелое. Не знаю, насколько они вообще хорошо с тинкером катают. В целом на нем много скилла. Так что уметь играть не надо. Если десяток каток скатал и уже понял, в каком порядке кнопки нажимать, то проблем не заставляет. Хотя многим руинит новая механика тревелов, которая пассивно тебе тп обновляет его способности. С биндами проблема возникает. То вот такие тинкеры спотыкаются. Здесь я не знаю, конечно, какой это тинкер, как у нее тут дела. Но смотрю и висп. Но здесь реально зумеры, такое ощущение, что пиком решили максимально зарофлить пока что. То есть вот плазма пикает нормально, а здесь вот, не знаю, рой просто какой-то, рофла. Бесконечный рой. Начало матча уже наступило. Ребята. Сори, что иногда буду немного замирать. Что-то как-то реально засыпается. Как же они все это расставлять-то собираются? Вообще вот в Китае клинкс-четверка — это прям супертоп круто. Пушка-вышка тащит катки. Здесь я уж, Бог знает, как они расставятся. Но это реально похоже на рофл один большой. Я вам советую эту катку тогда уж не посмотреть для удовольствия, для души. Уж точно не предиктить ничью победу, потому что я понятия не имею, что здесь произойдет. Но на хайграунд к ним будет очень трудно зайти, это факт. То есть даже Луна, пока они не подерутся и не сделают минус пять, и тинкеры обязательно убить, они фиг куда выйдут. Челябинск — лучший город, соглашусь, соглашусь. Один из лучших, потому что лучших городов много в России. Так, опять бруда властбанда. Что ж ты будешь делать? Нет, вот в этой катке я понимаю, что бруду надо банить, потому что они могли бы зарофлить еще и бруду сверху взять. Хотя это не то, чтобы рофл, это хороший пуша бы получился сам от них. Но здесь нужен какой-то, очевидно, танк. Нужно что-то на харду. Тогда я, в принципе, смогу смириться с таким пиком. Но вообще интересно, что они тут по ролям возьмут. Пока у плазмы все норм. О, господи. Они взяли хардлейнера, который никогда не выигрывает. Ну, ладно. Тут интересно, что тут бан течиса в самом начале. В ответочку сразу Акс прилетает. Ну, Аксевич очень любит тинкеров ловись, очень любит клингзов ловись. В целом, парень хороший. Господи, что... Вот этот сет просто ужасный. Вот этот голый Акс, не знаю. О, еще у него трусы, на которых написано Акс. Не встречала таких раньше. Где они такой русский сет-то откопали? Надо же постараться найти. Какой-то андеграунд прям самый. Виспи через БФ. Знаешь, вообще не удивлюсь, если я это сейчас увижу. Уже на прошлой катке было понятно, что они навесилие под конец. Но там, в принципе, когда ты на 30 тысяч перефармливаешь противника, ты уже в любом случае навесилие. Хотя, знаю я одну такую команду. Думаю, вы про нее когда-то слышали. Вот где-то у вас с краем уха вы слышали о такой команде. Вертус-про называется. Она и 40 тысяч преимуществ успешно проигрывала. Даже, по-моему, 70 тысяч преимуществ учет какая-то там такая безумная катка была. Так что 30 тысяч это так, это для слабаков. Это любой мальчишка проигрывает. Мужчина проигрывает одну тысячу туда-обратно. Не более того. Манкис Форевра, о господи. Это ж как они расставиться собираются. Ну, Сэммибоя опять на Аквапе. Он уже катал, я в него верю. Хаски. Чё, Гунар и Висп... О, это Тинкер Саппорт четверка, ребята. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Ладно, ребят. Нет, я здесь вообще ничего про зумеров говорить не буду. Могли бы не выделываться, по-быстрому закрыть, пойти спать. Но нет, они решили, что надо капельку рофла в эту игру давать. Капельку рофла. Чуть-чуть капельку. Знаете, это как вот там, типа, вот эти мемы про бога, который... Надо добавить в мир немного идиотов. Упс, переборщил. Вот с такого уж плана здесь, типа, нужно немного рофлануть в этой катке. Упс, переборщили. Но посмотрим, конечно. Хотя, если они таким пиком разнесут плазму, то эта плазма вылетит с последнего места. Я вам инфа сутка говорю. Ну, не то, чтобы прям вылетит. Хотя нет, вылетит. За 9-е, 10-е место ноль денег дают. И косарь баксов за 7-е и 8-е. Так что надо хотя бы пытаться предпоследнее занять. Тинкер. О, смотрите-ка. Тащил катку, но проиграл. Прошлую. Ну что ж, друзья. Приходим к просмотру этой замечательной катки. Я уверена, она будет яркой. Я уверена, что много жидкости из глаз у нас выделится. У кого-то слезы, счастье. У кого-то слезы, горе. У кого-то, возможно, даже кровь. Тут уж у кого как. Так, я пока, в принципе, запаслась салфетками уже на эту игру, чтобы вытирать выделение из глаз. Любого рода. Этот тинкер меня интригует. Чертовка. С вами бой на мид пойдет? Да, на мид пойдет. Ну, медовая клопа вытащит, кста. Так, заказы раздали. А реально, типа, они будут засчитываться заказы? То есть, типа, если заказ акса исполнить, его кто-нибудь другой исполнит, его же заказ засчитается? То есть, если тут даже вот один герой может несколько заказов разом исполнить. Вот интересно, мне вот убьют кто-нибудь тинкеры, пожалуйста. Ради Христа убейте его. Мне интересно, как это работает в механике. Если да, то это абуз прям. Хотя, даже вот один заказ на одного героя выданный, он и то, дай бог исполнить. Так, Гунар уже пошел на фитфест, кажется. Да, единственный фест доступный в условиях карантина 2020 года, это фитфест. Ну, зато он там что-то добил где-то. Варт, что ли, не знаю, что он тут сломал. Короче, у него что-то один крип защитный. Хотя нет, Варт был бы заденайным крипом. Ладно, боксим. Хотя нет, Варт был бы не заденайным. Что-то я уже плавлюсь. Ну, ладно, ладно. Плавлюсь и плавлюсь. Так, Луна. Будет у нас стоять против... Ага, Сенткинга. Почти получилось у котла вытолкнуть из песка Сенткинга, но почти не считается. Снатрячокс уже стоит. Ответный Снатрячокс, другой Снатрячокс не задевает. Искра Бори Безумия смотрит друг на друга, а сделать друг на друга ничего не могут. Вот так вот. Идеальное отношение вообще двух Вардов. Ну и Манкис Форевер пока пачку зафармил и доволен. Еще один Сентряк ставит. А он не знал. А Снег не знал. Он шел и ушел. И на Сентряк сейчас, я думаю, песок встанет в какой-то один момент. И пожалеет об этом. И такой, я же два Сентрика воткнул. Два Сентрика. Где же они спрятали этот чертов Сентряк? Вот. И поймет. И осознает. Ну, не знаю, конечно, успеют ли они что-то с ним сделать, если он встанет под Сентряк, потому что он довольно жирный. А у Луны первых левелов довольно мало урона. Этот бим первого левела, на него просто чихать. А это Масон Кингу. Котел все спамят своим Блайнден Лайтом. Никто вообще не впечатлен. Так. Ну и что тут у нас по Хаске? А, Хаске у нас решил потренировать свою карри-позицию. То есть они тут решили поменяться и дать Клинзу почувствовать себя важным. Почему речь идет про алхимика? Объясните, пожалуйста. У людей кукуха поехала в чате. Не переживайте, друзья. Нет никакого алхимика. Они врут. И Деда Мороза тоже не существует. Какая алхимика в этой катке? Вообще алхимика по жизни не существует только. Он не алхимик, он естественно испытательный. Алхимия — это наука, ушедшая в историю. Алхимии не существует. Хотя иногда, вы знаете, в Ментус так вот в колу кидаешь, смотришь, как ты все пенится, и думаешь, такой, ой, алхимик, смотрите, какую магию замутил. Или когда рассольчик с утра попьешь, тоже думаешь, что ты алхимика. Но это вам все кажется, ребята. Так, ну что, смотрю по крипам, так-то зумеры все равно нас душат. И хаски тут, правда, немного больно ему. Крипа ему тут срочно нигде не добить, чтобы горелку себе снять. Поэтому он будет гореть, гореть в аду. Все, догорел. Откинулся. Дальше он будет продолжать душить Акса. Что, это у нас теперь Гунар пересел на коррепозицию. Видимо, у них братский фарм. У меня тоже такое бывает, знаете, вот иногда дабл-мит приходится стоять, и вот по братски фармите. Ты одного крипа, он до одного крипа. Вот так вот по очереди. Чтоб честно все было, и всем поровну доставалось. Макс Форевер фармит еще и отводы. Тут сочненькие отводы с дабл-стаком. Так что денег много. Он рад. Сразу смотрите, как у него крипстат-то. На гору пошел. Кажется, здесь не судьба убить тинкера. Надо было на него навалиться, а петерам первую кровь тогда уже сделать, раз навалили столько заказов. А так они просто профукали опять заказов. Так, там уже лазерочки полетели, скоро гавриков пускать начнет. Пока Луна, в принципе, и лазерочков не боится, нормально пережидает. Но так вот суммарно смотрим. Тут, конечно, интересно все получается. Еще и как-то Эмбер умудрился помереть, но умерла от Тавра Квапа. Но Эмберу не достало здесь ни такого количества денег, ни хоть капли экспы. А тут вот рунг появился замечательно. Там бот у кого-то есть. Да, бот у того и другого есть. И по идее должен забирать эту рунгу сейчас эти Эмберита. У него тут уже быстрее его жизнь откатывается. Показал, показал. На блинке сейчас двух ног. Нет, бросила. Ну ладно, полный бутылюк и так устраивает. Все равно с базы вернулся. Сейчас смотрим, что на Бунтосах будет. Так, тут притяжечка у нас пошла. Прилетел сюда Фурий. Он хочет забрать кого-то типа Тинкера. У Тинкера лазерочек есть, так что он еще может ответку прописать. Вообще не бояться. И что-то сюда перетянулся. Легот. А ничего, так просто. Так, самая загадочная линия для нас пока еще тут продолжает фармить. И в целом видим то, что фармит успешно. И судя по крипстату, все-таки это Гунар у нас на кэричах. Решили такие ребята. Вот помните, OG Инт выигрывали с Кэривиспом. Вот у нас так же будет. Видимо, это у них таков план. Отличный план, я считаю. Ну и по Нетверсам тоже топ-3 у нас за зумерами. Выигрывают на чем угодно. Прям топ-1 Инта-10, ребят, скриньте. Ты комментишь или фигню несешь? Знаешь, вопрос, наверное, философский. Что я здесь делаю? Я думаю, на эту тему надо писать диссертацию. Ответить в одном предложении тебе не могу. Двояки вопрос. Вот вроде комменчу, а вроде фигню несу. А значит ли, что ты когда-нибудь седешь фигню, ты не комментишь? Иногда ты вроде как фигню несешь, а оказывается, что ты комментишь. Это сложный вопрос. Нужно его разбирать с исследовательской точки зрения уже на конкретных примерах. Когда-нибудь я напишу диссертацию на эту тему. Так, там у нас Гунар чуть было не погиб, но он успел улететь на базу на релокейте. Сейчас вернется обратно. Года душат. Накричали на него. И такого психологического прессинга здесь видим то, что Имберита не пережил. И казалось бы, казалось бы, этот драфт, вот это все, и они уже на 2000 перефармливаются. Но, камон, ребятки, плазма, не разочаровывайте меня. Вы даже не жидкая плазма. Вы никакая плазма. А Гунар, вот, видимо, хорошо, уже некрачей себе взял и гоняет с этим некрачами. Во время Инта, когда OG с этим тащили, там была в мете сборка не с некрачами, а с доминатором на первый слот. Но вот чому нет. Чому нет. Некрачей сейчас любят, почему бы и не собрать. Так, у нас там где-то уже успели поймать Син Кинга, Манкис Форевер, Фиданул. Ну, первый претендент на Кик-команде, получается. Сэмми Бой уходит назад. Ну и Луна там вроде как нормально фармит. О, сейчас еще и Оушена зафармит, зафармила. Ну, я не знаю, что с этим тинкером, конечно, случится. С земляем и пухом. Я потому что не верю, что у него тут что-то годное выйдет. Но, возможно, он здесь для этого и не создан. В целом, судя по фарму, я так понимаю, что у нас пятерка Клинкс и четверка Тинкер. То есть решили так поступить. Так, летает Тинкер. Лазерочек с ракеточками максит. Ну, не знаю, на самом деле, что будет ли он пытаться в обычную тинкерную сборку. О, Лазерочек нормально пошел. Там еще и зависло у меня. Понял. Хвала серверам Восточной Америки. Ну, на самом деле, могу его говорить гораздо больше. Мне еще повезло. Так, ну что ж. Луну не убили, это факт. Гунар фармит лес, это тоже факт. На Виспе. И успешно, кстати, фармит. У него хороший показатель по Недворцу. Он прям вырывается вперед на уровне с Клопой. Ну, Клопа просто линию снова болит. Поэтому, понятно, она два фрага в соло сделала. Ну, точнее, один в соло, второй так вот полу в соло. Оушенхард появляется у команды Сил Света. Но с Айрон Далону бегает Фурион. Он пытается вынести себе что-то типа Мэл Штрома очень быстрого. И даже без тапка настолько быстрого. Посмотрим, что из этого хорошего выйдет или плохого. Хаски пытается зеро избивать зеро. Тут еще и крутанулся, и сдачи дал. И просто улетел отсюда куда подальше. А подальше оказался на базу. И пока он с базы бежит обратно, время он потратит солидно так. Два ринга протекшна. Интересно. Помнится, когда-то это была мета. Ну, мне кажется, с тех пор, наверное, годик прошел. Ну, или полгода, не знаю. У меня с чувством времени проблемы. Но было время. Нет, ребята, я не читаю все. Я читаю самые умные мысли из чата. Вот вижу, кто-то что-то умное написал. И вот я сразу рада прочитать. Так, котел. Отогнал всех от вышки. И вышка не запущилась. Луну. Знаю, что они там можно искать, но не найдут. Потому что она уже сделала тэп-аут. Сами бой, видимо, ее продамажила. Она успела сбежать лес. Так, гунар. Хаски. Зеро. Агр, он не качает. Уважаю аксов, которые на седьмом левеле. Агр даже на единичку не качнули. Интересный, конечно, билд. Такому прииграть не жалко. Так, и луне последняя тычка осталась. Хаски зарядил. Ну и, наверное, надо здесь т-1 вышку уже подпушивать. Раз уж не качи ранее. Раз уж что-то. Хаски со стрелами. Надо это использовать. Так, попытается отжать иванпост. Ну и нормальный экспу получит тоже на 10-й минуте. И силы света, и силы тьмы. Никто не остался обделен. Хаски ходят невидимой. Невидимость равно неуязвимость. А значит, и рунку можно из-под носа увести. А потом еще и поднажать по фуриона. Ты бы... Хотя ладно, у него тут медалька есть. Я думаю, что он так рано выходит. И урона все равно так мало. А он, оказывается, без Блайтстоуна. Ну ладно, Блайтстоуны... Никому не нужен этот Блайтстоун. Топ-3 по фарму Зуммерс. И таким пиком они набрали 5000 преимуществ на 10-й минуте. И Зеро от смерти отделил лишь Шаг. Справился. Пересил себя, не умер. И это плюс левого команды. Джи тут что-то как-то ловит у нас даггеры. Да, больше не даггеры по КД. И эти даггеры его не красят. Ему надо как-то уже отходить опять в боттл, отпивать и регениться. Потому что так он долго будет. Да, в итоге инвиз молоко. Хотя, может, он сейчас, закстав инвиз и отпив один глоток, не сбив этот инвиз, может перетянуться вниз и сделать фраг. Перетягивается. Манкис Форевер здесь невидимый. Как мы знаем, невидимость это равно неуязвимость. Котла нашли. Нормально, так хороший Блайдин Лайт. Котел тут контролит по-царски. Успел спасти себя и даже помочь оформить дабл-кил. Манкис Форевер пока пытается жить максимально долго. А тут, оказывается, дабла наша пришла кэрри до пятерочка, ребят. Встречайте. Года почти убили, чуть-чуть не хватило. Аксевич бешено бегает, потому что улетанул удачно. И теперь Гунары тоже заулетели до смерти. Шесть секунд, и Клинкс сможет уйти. Шесть секунд, и Клинкс сможет уйти. Три секунды, и Клинкс сможет уйти. Секунда. И Клинкс мог уйти. Но он оказался... О, он успел выбежать! Акс просто до него не дотянулся. Но он почему-то агр хотел нажать, а не ульту. Он бы контр-хеликсом его 100% убил. Странно, странно. Я вот слышала вот этот вот а, который, типа, как бы означал агр. И он был неправ. Но Хаски все равно нашел свою смерть, видим. Все равно Zero Run или поздно настиг его контр-хеликсом. Но зато Хаски успел каким-то образом Эмбера собрать. То есть, ребят, у нас Эмбер ровно такой же бесполезный, какой был в прошлой катке. То есть, что в прошлой катке он там был, вот, третий с конца по Нетворцу. Что, вот, видимо, в этой катке его ждет похожая участь. Ну, сейчас он четвертый с конца, но нет предела совершенства. Так что рано или поздно он третьего места тоже достигнет. Вот так вот, ребят. Кстати, между делом, забыла, что я вам должна напомнить. Я вам должна напомнить то, что... Спасибо нашему партнеру Monster Energy за поддержку. Вот, вот. Спасибо ему. Спасибо от души. Клопа делает, как обычно, у нас Орчит. Один Обливент Став есть. Так, пока тут у нас наловил Хаски Люсинбимов, но Гонар успел прихватить с собой в могилу хотя бы одного саппорта. Хотя довольно сильно страдает Луна. И Луна, я кажется, она пожалела о том, что она пошла в атаку на Виспа. И Виспа, на самом деле, далеко здесь не обиженной жизни. Он прям так хорошо по дэмэджу вливает. Я смотрю, сейчас вот можно оценить на итоге этом файта. Ну, тысяча дэмэджа на 13 уровне. И здесь вот 2000, учитывая то, что все бимы в цель вошли. То есть нормальный человек в нормальной драке столько не нанесет на таком тайминге. Так, зеро похоронен. Манки с Форевером. Там с Блайстоуна уже медалька. Так, к медальке сверху можно же еще целый дезолятор собрать. Но он решил лапать дальше медальку. Насколько я знаю, нет никаких препятствий тому, чтобы стакать и Блайстоун, и медальку. То есть это не несочетаемые вещи. Это как вот Базилка и Владмирс. То есть они собранные в одной команде два разных предмета, они стакуются на две разные ауры. Потому что это разные предметы. Так, год. Минус год. Я не знаю, почему его годом называю, он просто G. Это жалкая пародия на Сергея Брагина. Дайя, топ-тауэр. Можно другую озвучку. Но выбор невелик, ребят, к сожалению. А что он так разваливается? Она по нему тычку дала, и там один раз стикнул даггер. Вот что-то такое ощущение, что он четверть хп ему этим снесла. А зеро, мне кажется, отравится на базе такими темпами. О, она успела прыгнуть и крикнуть, боже мой. Но зато улетает отсюда Фарион. Слушайте, ну это реально смешно. Я рада, что я осталась тут посмотреть. Это, я не знаю, это реально что-то на уровне там в пятером на нулевой на Рошана пойти, а потом в пятером Т1 вышку на миде нести, а потом проиграть катку через 10 минут. С тех пор я так уже не развлекалась. 9 тысяч преимущества. На пятнадцатой минуте, господи. Они реально с ними играются, как кошка с мышкой. Максимальное уважение. Максимальный бэдменер. И при этом максимальная доминация. Поэтому, что равно максимальное уважение от меня. Так, Каски ждет, ждет. Выжидает, выжидает. А что, Саленс какой-то есть? Нет, нет. Че нет, че да. А вот этот парень точно не уйдет. Вот ему точно не было. Раз, два, три. Пошел. Еще и Квапа прыгает. И еще и Манкис Форевер решил подгадить сверху. И, кстати, он фраг застелил. Но за это я бы его типнула. Я могу, кстати, типить людей? Нет, не могу, к сожалению. Жаль. Столько комментаторов возможностей отнимают. Поиграть мини-игру на паузе нельзя. Типнуть игрока в лобби нельзя. Для чего я живу, для чего я существую, вообще не понимаю в такие моменты. Так, у нас тут погибает уже Котел. Прихватил с собой нечастного Тинкера и Хаски, кстати. Ну, минус, ребят, вы не поверите, но это было минус два саппорта. Но Тинкер, кстати, максимально вжился в роли. Я смотрю, у него тут что-то пытает травола вынести. Но, кстати, после травола в фарм гору пойдет. Только здесь четыре фармера уже, и ему тут особо некуда приткнуться. Так что, возможно, его удела-то фидить. Раньше не стакали с базилкой Владимира. Если честно, я не помню, когда такое было. Ну, скорее всего, так и было, но что-то я не могу припомнить таких моментов. То есть, на мой взгляд, по-моему, всегда считалось, что это разные ауры. Там с базилкой вообще все не так однозначно. Это еще раз приделывали, как и Аквилу. Почему-то у меня есть воспоминания в голове, что когда-то, там, типа, лет семь назад, базилка была частью Аквилы. То есть, базилка капалась в Аквилы. У меня маразм старческий, или так оно и было? Вот я не знаю, почему у меня эта мысль возникла, но у меня такое ощущение, что когда-то так и было. Так, ну, у нас тут видим то, что луна. Кажется, сейчас просто сгорит от яда. О, она решила улетануть напоследок и прихватить с собой преисподнюю. Она, кстати, не сгорит от яда. Нормально она переживает. Да, переживает. Она еще может момчик нажать и крипов побить. Но нет, она и так выжила. Она решила на мужика сыграть. Ну что ж, Куапа ей принесла много денег, но, к сожалению, там... Да, 700 голды, слушаю, прям срубила. Хорошо так, прилично. Хаски. Продолжает невидимо бегать, но здесь уже, смотри, навалом. О, сейчас нагрит его. Вот он понимает, что сейчас бегут явно за ним и успел отбежать. Слава богу, что чик-то сработало. Хаски. Подкопали. И забрали котла. Азеро здесь остался. Чужой среди своих. И надо бы его тоже цеплять. Но что-то Тинкер не очень хочет. Он хочет на базу лететь. И пауза. Потому что вылетел Фурион. А, это не год, я разницы не заметила. Не-не, не наговаривай на года. Вот ты посмотри сейчас, как год играет на пятерке. Вот это просто... Это слеза счастья. Так хорошо играет просто. Еще причем он как-то так умудряется на пятерке играть, что он по Нетверсу иногда и выше тройки бывает. То есть он еще где-то там голду постились умудряется. Это, конечно, его не красит. То есть очевидно, что все деньги, которые он зарабатывает, он отнимает у кого-то из своих тиммейтов. Которые могли бы зафармить то, что он зафармил. Но фактически он очень полезен. И при этом он еще и капитанит. То есть пятерка такая вот опытная. И, возможно, со временем станет чем-то вроде как соло. То есть одним из сильнейших капитанов СНГ. А за что здесь отменять? На что? Какая разница? Они могут на пике все что угодно. Понимаете? Отменять вот такой матч в конторах, это все равно, что там, я не знаю, забанить там каких-то лойлеров, не помню, что они там против девушек пять саппортов пикнули, что, мол, это издевательство. Они пикнули все, что они захотели. Какая разница? Как можно драфтом кому-то что-то оскорбить, кому-то что-то помешать? Если они пикнули фигню и проиграли, они сами виноваты. Если они пикнули фигню и выиграли, то это уж бог судья их противникам. Так и было, да? Ну, слава богу, у меня, значит, не морозом. То есть вот как раз мне это вспомнилось в ключе того, что базилка с аквилой всегда стакались. То есть это как бы типа вроде базилка была частью аквилы, но если ты соберешь базилку и аквилу одновременно, то это две разные ауры считалось. Поэтому что-то я сомневаюсь в утверждении о том, что базилка и Владмирс когда-то не стакались. Ну, может, конечно, такой момент был, но может в этот момент я ушла в Overwatch играть, потому что это было почти 7-0-0, и я тогда полгода ненавидела доту. Так, Капа прыгает зеро, зеро должен умереть. Самибуи привязали, очень много урона получает, успеет отпрыгнуть, успевает нормально. Сейчас его колечко поддержало в жизнеспособном состоянии, идти на кровь, надо отсюда побыстрее усматывать удочки, он успеет. Клопа продолжает регениться, регениться, отпевается, регениться, отпевается. И нужна какая-то подкрепка команды. А его нашли, как так? Ой, овардец оказался, бог ты мой. Ну вот Клопа тут, конечно, заливочную иногда устраивает. Но пока она своего королевского поста по фарму не снимает, ну, вся ее команда там что-то в другой стороне совершенно мутит. Так, Тинкеру надо тоже как-то отходить, блинка-то у нее нет, поэтому пешочком, пешочком. И сейчас, если он попытается тэп-аут нажать, то его банально собьют бимом, но он даже не попытался. Он принял смерть, как мужчина, грудью. Была базилка плюс хрень зеленый на гил. Да-да, я вот тут что-то такое припоминаю. Хаски. Год. Год, вот когда я перестану его годом называть? G, просто G. Рандомный G. Так, ну, луну снесли, тут буквально нужно достать его под копом, достали хорошо, и дальше котел уже пожалеет, что в приаксе за своего кэрри нерадивого не умирает следом. Ну, еще чуть-чуть, кстати, акс перефармит. Вообще, Фурион здесь как бы саппорт, Бигот у них четверка играет, но он набрал, что больше, чем тройка, что больше, чем мидер команды. Я не знаю, мне кажется, нужно этого мидера либо менять, либо не допускать его к... Эмбер Спириту. Возможно, у него именно на Эмбере не складывается, а на остальных героях он может там что-то сыграть. Но вот на Эмбере мы видим две самые... Я не знаю, мне кажется, самые худшие игры на Тинкере... Вот на Тинкере, господи, на Эмбере за последние лет пять, так смотрю сейчас, в этой Бестов-2 серии. Так, ну Тинкер у нас подфидонил, но пятерка, его не жалко. Так, а теперь Хаски его загрел, еще и Бладмел настреливает, Хаски не рад, но зато подходит Гунар, и сейчас за своего мальчика отомстит. Посилил фарму немного у Бигоды, его расстреливают через уже апнутую медальку, через солярку. И солярка, кстати, мне кажется, сейчас еще скучает по Аксу, надо Аксу тоже здесь прибрать. Знаем, где его искать, стэп-аут ему здесь сделать Unreal. Да, как только попытался, сразу схлопотал Юл. Агр есть пустоту, вообще не знает, что это так сделать. Наверное, надо бы ему полежать в таверне, подумать о своем поведении. 16 тысяч преимущественно, а два с первой минуты, ребят, с Кэрри Веспом и Пятеркой и Клингзом. Знаете, до этого момента я думала, что я в здравом рассудке, но сейчас я понимаю, что кажется, не только я, но и весь мир сошел с ума. Это был еще первый дот, когда не стаккался. А, ну тогда да. Я зумерок, и я в первую доту не играла. А то во вторую по инвайту пришла. Так, там у нас эмбер где-то опять фиданул. Здесь уже не на что обращать внимания. Сильно преувеличиваешь заслуги года. Если ты говоришь эти слова, то ты не смотрел на его игры на пятерке. Но я, к сожалению, только два матча видела в целом. Это слишком маленькая дистанция, чтобы полностью оценить, но из тех двух матчей, что я видела, это было действительно красиво. Правда, они там где-то в дальнейшем отлетели из квала на Beyond Epic, к сожалению. Я бы вот на самой лиге с удовольствием на него посмотрела дальше. Я помню, Года как не очень хорошего мидера. Ребят! Не знаю, что-то есть у людей тенденция приуменьшать заслуги и так далее. Хотя вот такие люди, как Год, как тот самый Дэнди, они в свое время очень много сделали на своих мидпозиций. Но когда вырастает новое поколение людей, которые эти заслуги уже такой краем глаза застали или вообще не застали, тогда уже уважение к ветеринарам пропадает. Мангкс Форевер, что у него тут? Пайпас, опа. Ну, кстати, Мангкс Форевер адекватно так собирается, как нормальный сын кин здорового человека. Да и Квапа тоже нормально собирается, и вот ей просто надо прыгать по мойку пореже, где ее там, очевидно, забирают. Ну, а Гунар, ну, он топчик, кстати. Знаете, я настолько редко вижу Виспа, что я понятия не имею, что делает Аганим на Виспе к своему стаду. А у нее даже не подписано, что у нее делает Аганим. У нее вообще есть Аганим? А, духи окружает постоянно героя. Все, понял, понял, понял. Честно скажу, я впервые вижу Аганим на Виспе. К стыду или к счастью своему. Но, кстати, это прикольно. Ну, то есть вечные Виспы, это мощно. Это, мне кажется, действительно заявочка на карри Виспа очень хорошая. Странно. Может, все комьюнити Дота, как и я, не знает, что делает Аганим на Виспа, поэтому не собирает. Так, там у нас где-то месиво, но я засмотрелась на духов, которые Виспа пускают. Рэм у нас тут Оушена приговорил, но Сэмми Бой тем временем расправился с другими персонажами. Вот. И что-то здесь какая-то заруба происходит. Сэмми Бой в неравной битве побеждает Фуриона. Ну, ладно, Фурион. А здесь уже этот ревушку Гонара висит. Он везде успевает. Здесь успел, и там успел, и как же он быстро передвигается? Слушайте, ну лучше керри на земле. Мобиль есть на максимум. Демэдж на максимум. И еще и бафает команду. Вообще просто не керри, а сказка. Они пошли сразу в трон. О, господи, максимально мемная карта. Ты забыл про Мидвана, Эмбер с Ионом? Нет, Мидван, ты что? Мидван — это моя вайфу. Лучший мидер на земле. Я про него никогда не могу сказать, что он на ком-то... Он может на ком-то одну катку плохо отыграть, но он никогда не будет стабильно плохо играть. Вот, у нас тут зеро. Видим, что решил залить в файт и пожалел об этом. Покричали еще на двоих. Би-гот здесь останется. Рэм тоже не проживет. И выкупается Эмбер, чтобы напоследок еще разочек фидануть, видимо. Но трон-то уже горит. Гот спасает трон! Гот спасает трон! Там трон горит! Ну, он фистами что-то тут помог. Клинкза забрал. Гунара тоже можно забрать в целом. Гунара отошел. Фонтан переагрился. Рэм-пэйдж! На аккоре. Мы успеем. Хорошо, хорошо. Да, ребят, уважение к ветеринарам — это мем, если что. Я специально так сказала. Я причем даже думала, пока я говорила то слово, я думала ветеринарам, скажите ли ветеранам, вы выкупите или не выкупите, но не выкупили. Ну ладно, что ж. Мы посмотрели самую странную катку. Ребят, мы встретили странный период нашей жизни, что мы застали такую каточку. На дворе у нас 16 июня, причем в 6.30 по Москве, ну, точнее уже в 6.36. И, ребятушки, мы досмотрели с вами всего лишь первый день для меня, первая смена на этой Америке. Я ее буду смотреть до конца месяца. Если я сегодня в первый же день это застала, что у меня будет под конец, я не знаю. Вот я вам обещала там вытирать глаза от слез, от крови, от всего вот этого, что может там оттуда потечь. Но здесь я не знаю даже. Я просто... Мои глаза высохли от того солнца, который Гунар вот испускал своим виспом. Он создан для виспа, висп создан для него. Мне кажется, если он будет играть не все катки абсолютно на виспе, это для него карьера закончена. Они таким драфтом выиграли, они выиграли этим драфтом, выиграли. Я не знаю, вы это понимаете, вы это осознаете? Я же проснулась от того, что здесь происходило. Ух, камон, сколько он там, демошит нанес. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну-ка, давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Где демошит я потеряла? А, вот, герои. 12 тысяч. Ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Что-то мало, что-то мало. А еще 12... Знаете, как погода там, мол, 15 градусов ощущается, как 30. Здесь то же самое. 12 тысяч ощущается, как 100. Вот что-то такого плана. Но, ладно, морально поддерживал свою команду, чуть-чуть дамажил иногда, но чаще поддерживал, чем дамажил. Так что, ребятушки, спокойной ночи вам всем. Мы на этом заканчиваем. Наша смена подходит к концу. Моя, точнее, ну, моей второй сущности, которая у меня на сокасте сидит иногда. Вот. И далеко не расходите. Через 20 минут на этом же канале начнется замечательная Сия Дотка, также от БТС, ребят. Все это дело совсем скоро, но пока у нас тут небольшая заглушечка повисит, и я дождусь моего сменщика, чтобы он это все дело забрал. Вот. Спасибо вам всем за ночь. Это была прекрасная ночь, и с вами мы еще проведем не одну ночь. Самое главное, далеко не расходитесь по ночам.